Пал травы в селе Польное произошел в минувшие выходные. По сообщению администрации Филимоновского сельсовета, возгорание сухой растительности произошло с северо-западной стороны населенного пункта. На место сразу прибыла патрульно-маневренная группа администрации сельсовета. Пал травы был ликвидирован. Администрация Каннского района напоминает, что с 14 апреля на территории объявлен пожароопасный период, а с 28 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Пал травы, костры в лесах, сжигание мусора под строжайшим запретом. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. В Тайжинской школе организовали сбор помощи мобилизованным гражданам. Силами родителей, учеников и сотрудников собраны более 50 килограммов товара в первой необходимости. В коровках консервы, чаи, сладости, средства личной гигиены, перчатки. Ученики школы изготовили 90 окопных свечей, написали бойцам письма. Все упаковали и передали в пункт сбора помощи. В спортшколе Олимпийц прошли соревнования спортивных семей в рамках спартакиады на приз главы Каннского района. В турнире участвовали 8 семей из Чичула, Филимонова, Бражного, Сотникова, Георгиевки, Макруши. Семейные сборные соревновались в дартселе, катлетической эстафете, настольном теннисе и шашках. Первые места в возрастных категориях заняли семья Церих из Георгиевки, семья Васильченко из Бражного и семья Буэлевых из Сотникова. В Бражинском детском саду провели урок ГТО. Ребята не только узнали, что комплекс ГТО направлен на укрепление здоровья, но и познакомились с основными видами испытаний. Дошкалята попробовали свои силы в беге, метании, отжимании. Всего 58 детей поучаствовали в уроке ГТО, а некоторые из них в скором времени получат свои первые знаки. В Филимоновской школе состоялся бал академиков и талантов. На мероприятии существовали отличников, победители в интеллектуальном, спортивном и творческом направлении. Директор школы Людмила Палкина вручила ученикам заслуженные награды ордена, а родителям благодарность за воспитание детей. И обошлось без бальных танцев. Ребята исполнили полонез, польку и вальс. Рубрика подготовлена по информации Пресс-службы администрации Каннского района.